Значит, мы говорили, сколько раз там Моисей сходил на гору, да? И есть мнение, что он сходил на гору два раза, был по сорок дней, а есть мнение, что Моисей сходил на гору три раза. Вот, поэтому Ибн-Эзра и Рамбан придерживаются такого мнения, что Моисей ходил два раза. Это Нахмонид. А Раши и Раби Авадия Сфорна и еще некоторые другие говорят, что три раза. Смотрите, интересно. Помните, в третий день месяца Сиван, это когда на Шавот, да, получили Тору. О получении Торы сказано в какой главе, как она, недельная глава называется? Итро, да? Итро. Или, в частности, о десяти заповедях говорится в двадцатой главе книги. Исход, да, если по нашей нумерации привычной нам. И дальше, что говорится, что Маше записал, да, Маше взошел на гору еще, там старейший Израиль, помните, мы изучали. Вот, они в присутствии Божьем ели-пили. И заканчивается этот тревог логически, что Маше пошел на гору, да? Потом дальше, как будто логический пробел, и мы не знаем, сколько он на этой горе был. И говорится так, не спустился с Маше, он записал все эти слова Бога в книгу. Потом он что взял с этой книгой? Да, совершил жертву и обрызал кровью жертвы на животных книгу и весь народ Израиля. Помните, я вам еще рассказывал, как же это происходило, да? И сравнивал, как православный батюшка на Аляске благословлял рыбаков, да? То есть, очень интересно получается, как же он мог так побрызгать, чтобы весь народ, на каждого 600 тысяч взрослых евреев, а их вообще было миллионы, да? Попала хотя бы капля крови, мы не знаем, сам он брызгал или он 70 старейшинам дал, а те передали еще. Но, по крайней мере, мы говорим, а какую же книгу? Где же эта книга делалась? Ну, ясно, что это не пятикнижие, да? Какая-то особая книга. Либо это книга отдельно, где было записано 10 заповедей, да? А может быть, это были таблицы? Луход. Или, как говорят, скрыжали. Кто его знает? Но мы знаем, что скрыжали тоже были такие, конечно, разбиты, да? А потом еще двое. Может быть, это было записано действительно в книгу, какую-то, ну, на папирусе, в свиток, да? Потом, как бы сказать, это был закон в первом чтении. Потом Бог поднялся на гору. Бог ему дал скрыжали, да? И уже скрыжали эти были окончательным вариантом закона. И то потом были скрыжали разбиты, да? И Маше пошел новые скрыжали получать. Итак, два раза мы или три раза. И что это было за загадочная книга закона, да, которая была брызгана кровью? Я вам скажу точно, мы не узнаем, пока у самого Бога там не спросим. Правда? Есть многие вещи непонятные нам. И вот некоторые говорят так, что, мы говорили, Раши, Раби Авадия, Сфорны и другие. В шестой день месяца Сиван Маше зашел на Синайскую гору, пробыл там 40 дней и 40 ночей. Вот, потом, значит, спустился, они подтвердили эту книгу, он пошел скрыжали делать, да? Сколько еще пробыл? 40 дней и 40 ночей. Потом он спустился, в это время евреи что сделали? Золотого тельца, да? И тогда Моисей разбил эти скрыжали и пошел третий раз. На гору, да? По крайней мере, три раза он явно спускался с горы, два раза явно, один раз не явно. Хорошо, а сколько раз придет Исшева? Вот и аналогию Моисея и Иисуса всегда берем. Ты знаешь, как я сказал? Сколько раз он? Ну-ка, сколько раз он придет? Два раза? Один? Не, ну вообще в истории два раза. А может три? Один раз он был для искупления, так? Потом дальше он придет на небесах, и мы будем восхищены к ним. Это второе пришествие Иисуса. И третье пришествие Иисуса – это когда он уже окончательно установит царство на земле. То есть, смотрите, Моисей два раза явно спускался с горы, один раз не явно. Да? Аналогия Моисея и Ишуа. Интересная аналогия, правда? Поэтому я говорю, точно мы не знаем, как это было с Моисеем. Либо это просто хронологически показано, потому что иногда более важное, оно идет как бы впереди того, что. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что строительство Скини, оно было каким-то образом связано с чем? С согрешением Израиля. С согрешением Израиля. Потому что сделал Аарон, чего он сделал? С золотого тельца. Да? Хорошо. Значит, 31 глава, 18 стих. И дал он Моисея после разговора с ним на горе Синай, где скрижали свидетельства. Лох. Лох. Это одна доска. Лох. Лох. Помните, который заканчивается на хэт? Рох, лох, нох, кох. Они идут как? Ах, да. Значит, лох – это одна доска. Значит, две доски. Штей. Лох. Мы говорим «га-брит». Га-брит. Вот. В современной еврейке вот это лох. В русском языке, видите, скрижали. Опять-таки, как по-немецки «шкрайбен», «шкрайбен» писать, да? «Шкрябать». Потому что она скрипела, скрижали, скрижали, когда выбивали. Кстати, вы знаете, почему евреи пишут не слева направо, а справа налево? Потому что… А если бы он так делал, он бы закрывал рукой предыдущую букву. То есть, он не мог бы контролировать, как он ровно выбивает или неровно выбивает. Вот некоторые говорят, что одна из причин того, что евреи пишут справа налево. Именно потому что так были написаны скрижали. Но мы тоже не знаем точно. Штей. Лохот. Га-брит. Две скрижали чего? Завета. Две скрижали Завета. Опять-таки, мы не знаем, были ли эти десять заповедей в каждой скрижали в двух экземплярах, либо пять на одной скрижали, пять на другой. Есть тоже разные мнения по этому вопросу. Итак, дал-то я скрижали свидетельство, две каменные доски, исписанные своим перстом, перстом всесильного. 32 глава, 1 стих. И увидел народ, что все еще нет ваше, которой пора спуститься с горы. Вы контролируйте, я вам буду с такого перевода Библии, да, читать? А вы контролируйте канонические переводы. Старайтесь сравнивать разные переводы. Это очень интересно. Значит, спустил из горы и населено Аарона. Как там в вашем написано? Громче, громче. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит, то ли, то собрался к Аарону и сказал ему. Старайтесь делать, я вам не знаю. О! Видите, собрались к Аарону. А в еврейском более дословном переводе, а и населено Аарона. Населено его бедную, больную голову. Представляете, насели прямо-то него. И говорят, да. Давай сделай нам всесильных, или богов всесильных, видите, которые пойдут перед нами. Потому что этот человек Моше, который вывел нас из страны египетской, пропал, и не знаем, что осталось с ним. Видите, как интересно. До сих пор они знали, что бог вывел их. И бог сказал, и все это слышали. Я, Господь, который вывел я из страны египетской. И тут же сразу этот человек нас вывел. И давайте сделаем всесильных, но всесильные, лагим, это может быть и бог, да. И вот это бог, который вывел тебя из страны египетской. И давай сделай нам всесильных, которые пойдут перед нами. Потому что этот человек, который вывел нас из страны, египетской пропал, и не знаем мы, что осталось с ним. И сказал им Аарон, снимите золотые кольца с ушей ваших жен, сыновей, дочерей, и принесите мне. Некоторые говорят, что Аарон думал, что женщины не захотят отдавать, да, золото, но они все-таки отдали. И сорвал весь народ золотые кольца с своих ушей. Видите, в еврейской Библии он не просто снял, а что сорвал даже. Это было такое быстрое действие, да. И отдал Аарон. И взял тут кольца из рук их, и обработал резцом, и сделал литого тельца. И воскликнули они, «Вот твое могущественное божество Израиль, которое вывело тебя из страны египетской». Понятно, что здесь имелся в виду не то, что сделанный золотой телец, да, вывел из страны египетской. Им нужен был образ, которым они поклонялись. Вот иконы – это как бы образ Бога невидимого или святых, которые не видят. Иконы имели и положительный, и отрицательный смысл. Мы потом как-нибудь об этом поговорим отдельно. Но потом, в последнее время, они все стали идолами. И сейчас мы видим конкретно язычество и в православии, и в католицизме. И то же самое произошло. То есть, видишь, не сделай никакого извояния. Пусть не будет у тебя других богов. Но они посчитали, что все нормально. И какой самый сильный животный такой был в Египте? Бык, да? И бык символизировал силу. И вот был даже бык Апис, который считался живым воплощением Бога на земле в египте. Для них это было привычно, да? То есть, они свои привычные взгляды перенесли на непривычного для них Бога. Евреи 400 лет жили в Египте. Как вы думаете, вот когда евреи живут в каком-то обществе, они перенимают это все? Они очень легко перенимают, даже легче, чем другие народы. Но тут для них это не было проблемой. Бык традиционный объект поклонения у египтян. И сыны Израиля не намеревались служить идолам, но они не могли удержаться от соблазна создать зримую и осязаемую форму, символизирующую Творца. И взял тот кольца из рук и обработал резцом. Так и сделал литого тельца. 32 глава, 4 стих. Как у вас написано? Взял из них руки, взял из золотого тельца и обделал его. Вообще-то золотого тельца следовало обделать. Великий русский язык. Вы понимаете, что некоторые выражения русского языка с тех времен, когда переводилась канадическая Библия, извинились в его содержание. В русской, в еврейской Библии он не обделал, а обработал резцом. Хорошо. И, значит, сделал это все Аарон. Читаем 5 стих Тристорелловый. Увидел Аарон и построил сверху не перед ним. И объявил Аарон завтра празднество в честь Бога. Интересно, что Аарон тянул момент. Тянул, тянул момент. Он думает, ну хорошо, сегодня сделали тельца, но хотя бы завтра это сделаем, да? С одной стороны, видите, удивительная вещь. Когда всех поклоняющихся золотому тельцу поубивали, а почему же Аарон остался живой? Он же, в общем-то, самый главный вроде был бы святой, да? Да, ну это как интересно получилось. То есть он пытался, пытался, но народ его буквально мог бы побить камнями, если бы он это не сделал. Конечно, он проявил слабость, но с другой стороны он тянул время. И сказал, завтра празднество в честь Бога. Встали они на завтра пораньше, вознесли жертвы и сожжения, приготовили еще другие жертвоприношения, и уселся народ есть и пить, и поднялись забавляться. Это интересно, что некоторые говорят, что Моисей вернулся на шесть часов позже, чем его ожидали. Потому что в оригинале стоит глагол «бошеш», который означает «задержался». Но он пишется точно так же, вы знаете, огласовок в Торе нету, как «бешеш», в шесть. То есть в шесть часов пришел, в шесть часов пришел Аарон с горы и увидел, что у них есть новый Бог, золотой телец. Моисей, то есть Моисей пришел с горы, да. Видите, и Бог, как ему сказал, иди вниз, ибо развратился этот народ, да? И Бог говорит, развратился твой народ, который вывел ты из страны египетской. 32, 7 стих. Интересно, что уже Бог здесь не называет мой народ, да? А какой? Твой народ, который ты вывел. Да, ты вывел. Интересно, да, получается? То есть пока народ был святым народом, он был Божьим. И Бог его вывел. Но как только народ перестал быть святым, это был народ вождя. И этот вождь вывел народ. Видите, сделай нас священных вождей, которые пойдут перед нами. Перед нами. А есть, видите, слово «да не будет перед лицом моих других богов», да? «Не будет перед лицом моих». Перед, значит, впереди, да? То есть тот, кто ведущий впереди, в английском языке, как называется? Лидер, да? Лидер, ведущий. То есть не будет тебе впереди. Интересно, что сделал с золотом Аарон. Значит, «В, я царь, а то, п, х, рет». «В, я царь, а то, п, х, рет». «Я царь, а то, п, х, рет». «Я царь» – это, видите, слово какое «я царь». Это то же самое, что сделал «извоял», да? «Извоял». «Извоял» – это то же самое, что сделал Бог с человеком. Да, Бог, что сделал язык? «Я царь». «Я царь» – «извоял». Но еще интересно, что есть особенности перевода. Значит, «в, я царь» означает, еще, кроме того, что сделать, слепить, означает завязывать. И «харь», «харь», вот это тоже, может быть, «харь», также означает платок. Вот так, как употреблено слово в Исаии 3 глава, 22 стих. Там, говорится, «покрывал и платков», х, рет. «В, я царь, а то, п, х, рет». Значит, с одной стороны, он «извоял», да, «извоял» его, и что сделал, как в русском языке сказано? «Обделал», да? Вот это слово, да, «бехарет». «Бусанов», значит, «покрыл», как «покрывало» или «платок», да. И второе царство, это, значит, четвертое, получается, в русской Библии, 5, 23. «И увязал два таланта серебра в два платка». То есть, было покрыто, он, значит, «я цар», да, «извоял» его и покрыл, или в платок увязал. А теперь вы помните, что говорит Новый Завет. Ну, помните, «покрывало», которое находится до сих пор на сынах Израилевых, пока они не признают Ишуа Мессия. Можно это вот связать с этим текстом. То есть, когда был сделан золотой телес, да, и был обработан, и был покрыт, или как будто завязан в платок, получается, что получается, что покрывало. Пелена вот эта сошла на сынах Израиля. Они уже не видели Бога Всевышнего, который вывел их, но они уже поклонялись золотому тельцу. И слово еще придал ему форму, там употреблено зифа. Зифа придал ему форму, а слово зуф означает поделка. Да. Значит, что получается? Зуф. Это было что? Подделкой. Вазифа. Это был не настоящий Бог. Это было подделкой под Богом. Потому что слово зуф означает подделка. А также зиюф. Это орудие при помощи на золоте вырезает буквы и изображение. Это комментарий Раши. То есть, обработал его резцом, да? Может быть, зиюф, зуфа. Слово и слово зуф. Подделка. То есть, мы огласовок не видим в Торе, да? Но есть разные значения толкования, да? Слушай. Что он делал с лица из какого-то материала, а потом просто покрыл его? Вполне возможно. С целью. Возможно, что это так и было, да. То есть, возможно, он действительно как покрыл золотом. Это было позолото. Поэтому Моисей смог его стереть. Поэтому, да, поэтому и получилась подделка. И поэтому получилась подделка. И вот видите, то, что говорит Бог, да, это ты, который, ты вывел народ. Понимаете, Адам и жена, которую ты мне дал, да? Вот. То есть, неверующие сначала всегда будут провоцировать, а потом обвинять. И таким же образом делает и сатана. И дальше обработал, значит, резцом, сделал литого тельца. Некоторые говорят, что телец сам вышел из огня. Да, и вот божество твое, буквально вот божества твои. И встали они на завтра пораньше, вознесли жертвы с сожжения, приготовили другие жертвоприношения, и уселся народ, есть, пить, и поднялись забавляться, да? Или поднялись забавляться. И вот это слово «забавляться», «забавляться» есть несколько значений. Это слово означает поклоняться идолу. Также в других контекстах это слово «предаваться разврату», в частности, Береши, это исход 39-17. И в книге, какой первой, по-моему, Самуила, это второй Самуила. Второй Самуила, вторая глава, 14-15 стих, также означает слово «проливать кровь». Вы знаете, что некоторые служения богам, они сопровождались развратом, да? Как плодородие. Да, да. Поэтому идолослужение, идолослужение носит такое название «авода», да? «авода», «зара», «авода», «зара», «чужое служение». Вообще служение и работа – это одно слово, вы говорите. Чужое служение, да? «авода», «зара», А как называется человек, сын блудницы? Мамзер. Видите? Тут же тоже корень, да? Получается, стал народ забавляться, стал служить идолам, или он стал предаваться разврату, и тот, от которого ми – «зара», от проститутки сын, как называется? Мамзер. Мамзер. Вы знаете, что еще? Вот эта женщина, которая была с красной нитью, пустила двух этих вот ходатайев, да, в Иерихон. И некоторые говорят, что она была храмовой служительницей, потому что, возможно, да, там не сказано, опять-таки, там употреблено вот это же самое слово, и мы не знаем, была ли эта женщина блудница, либо она прислужила при храме. Кстати, служение храме часто сопровождалось блудом, да? Поэтому «авода», «зара» – это чужое служение, блудодеяние и так далее. «И сказал Бог Маше, иди вниз, ибо растлился твой народ». Растлился или извратился. И великое священие, совращение употреблено в таком же смысле, когда что случилось с миром, который Бог уничтожил потопом. Растлился, развратился. Мы все знаем это слово «хамас». Да? Это современная организация арабских этих палестинцев. Да, слово «хамас». Вот и перевод, еврейский перевод, значит, развратился, совратился, великое смешение иноверцев и так далее. Вот такой интересный к этому комментарий. И дальше Бог говорит. А теперь, 32 глава 10 стих. «А теперь оставь меня, воспылает мой гнев на них, и уничтожу я их, а тебя произведу великий народ». И помните Маше что стал? Умолять, да? Маше стал ходатайствовать. Наверное, любой другой бы сказал, что очень хорошо. Вот тут меня, народ великий, произведу, да? Вот. Но Маше говорит, зачем допускать, что египтяне говорили, на беду он их вывел, чтобы убить в горах и стереть лица земли. Отступись от гнева твоего и передумай, не губи народ свой. Вспомни Авраамец, Хака, Якова, рабов твоих, которым ты поклялся сами собой и говорил, увижу потомство ваше многочисленным, подобно звездам небесным, и всю ту страну, которой я говорил, отдам вашим потомкам, и будут они владеть вечно. И передумал Бог, передумал, значит, изменил мнение, да? Не делать того зла, который угрожал своему народу. Это очень интересно, что, видите, когда Хадатай стоит в Маше, он что говорит? Вспомни Авраамы, Сака, Якова. И в синагогах, когда наемки пуры, дадим покаяние, как говорят, тоже опять-таки прибегают, не потому, что они были такие особо святые, но Бог дал определенные им обетования. То есть, Маша буквально выкручивает руки Богу. Но ты же обещал, и если все эти люди, язычники, народцы увидят, что ты не держишь свое обещание, как они могут в следующий раз поверить тебе? Правда? И поэтому мы говорим так, что мы народ твой, соединенная завета твоя, потомки любимого твоя Авраама, которой ты дал свою клятву на горе моря, потом что Ицака, единственного сына, который был связан и возложен на жертвенник. Мы общины Якова, который по любви своей ты называл Израилем и Ишуруном. И вот это связание Ицхака, Акидат-Ицхак, это одна из важных таких моментов, это основа всего еврейского ходатайства. И Акидат-Ицхак это прообраз чего? Прообраз жертвы Ишуа, Мессии на Христе. То есть, когда евреи такое говорили и говорят, даже если они неосознательно это делают, они прибегают к какому образу? К образу Ишуа, Мессии. Хорошо. И ходатайство Маше включало следующие моменты. Запишите. Это нам важно, потому что, когда мы говорили о ходатайстве, о функции ходатайства, о функции покаяния, функции молитвы, Тфила Адам. Значит, первое, признание, что все грешны. Признание, что все грешны. Первое, признание, что все грешны. Скажите, если человек говорит, что я грешен, хотя это так, ну в этом, в этом, а вообще-то я человек неплохой, является ли это настоящим покаянием? Правда? Покаяние такое, которое охватывает все сферы жизни человека. И когда мы говорим, что, ну вот, некоторые из нашего народа есть праведники, на основании этого ты оставь нас в покое. Можем ли мы так это тестовать? Все мы грешны. В Новом Завете есть эта мысль? Нет праведного ни одного. Значит, первое, признание, что все грешны. Дальше. Второе, милосердный Господь слышит крик о прощении. То есть, надежда на Божье милосердие. Мы ни на что не можем больше надеяться. Только на Божье милосердие. Мы не можем надеяться на свои заслуги или чьи-то другие заслуги. И это есть не то, что благодаря заслугам вот этих Авраам, Искака, Иакова, и мы тоже такие вот хорошие благодаря их заслугам. Нет. Это вопль, да? Милосердный Господь слышит крик о прощении. Вот. И третье. Третье, видите, это то, что Господь, да, решит вопрос благодаря кому? Благодаря Машеху, благодаря Агнцу Закланову. Подобно тому, что произошло на горе моря, да? Третий момент, это указание на Машеху, на Ишо, Мессию, что он будет безвешен и разорвет порочную связь человечества за рехом. И четвертое, что мы это делаем не потому, что что-то в нас, а потому, что обещание. И в Новом Завете есть, что Бог прислал Ишуа, Мессия, кому? Евреям по обещанию, а остальным как? Из милости. То есть, здесь прямое указание, прямо вот на книгу Римлянам, послание Римлянам, да? Шестая глава, двадцатый стих. Правильно, нет ни одного, да? Десятая глава, из милости явился Господь. Хорошо. Да, и четвертое, то, что Бог, да, из милости определяет искупление. Первое. Все мы грешны, нет праведного никого. Второе. Надежда на милосердие Божие. Третье. Надежда на Машеха или на заместительную жертву, которая тогда была реально выражена кем? Исхахом, да? На горе моря. И четвертое, это то, что обещание, обещание, которое дал Бог. Обещание, которое дал Бог. И какие же, видите, последствия? Какие же это имело последствия? Первое. Бог не мог обитать среди Израиля. И тогда Бог говорит, я пошлю вам ангела своего. Ну, ангел меньше святосимей, чем Бог. Понимаете, не потому Бог не хотел обитать, что Израиль такой плохой, но я с вами не хочу, знаете, в одном месте жить. Да, у меня соседка плохая, я с тобой жить не хочу. Не в этом дело. Если бы Бог дальше продолжал находиться среди Израиля, что случилось бы с евреями? Они бы умерли. Это не просто потому, что Бог вот такой злой и решил поубивать всех евреев. Потому, что евреи уже не были покрыты той святостью. У них не было покрывала, которое покрывало их, да? Они сделали ложное покрывало. и они оказались под покрытием. И нужно было сделать нечто особое. И нужно было отделить Богу. Значит, первое, Бог должен был с одной стороны жить среди Израиля, да? Либо он хотел послать ангела, но Моисей согласился на ангела. Нет, не согласился. Тогда единственное, что мог сделать Бог, он должен был с одной стороны быть среди них, с другой стороны должен был быть отделен. Отделен покрывалами, чем-то отделен. И для служения Богу раньше нигде не говорилось о священниках, да? Но что теперь нужно было? Выделить определенную группу людей. И так как единственное колено, которое, говорят, не согрешилось золотым тельцом, да? Это было какое колено? Левитов, да? то левиты были отделены и возникло левитское служение. Помните, есть говорится, когда о священничестве Иешуа Мессии, и некоторые говорят, вот, если бы Павел был бы, понимаете, продолжав жить в Синедрионе, он стал бы первосвященником. Да, никогда в жизни Павел не стал бы первосвященником. Почему? Он другого колена был совершенно. И даже Иисус, каким бы он хорошим ни был, если бы он не умер на кресте, он не мог бы никаким священником быть. Да? Вот поэтому, видите, возникло другое священство. Но все-таки какое священство первоначально было? Да? Помните? Более высокое священство. И Авраам кому? Мелхиседеку, да? Мелхиседеку возносил почести как первосвященнику. А здесь уже священство в более низкой степени связано с чем? Да, уже связано с тем, что народ был не достаточно святым. Надо было отделить из этого народа какую-то группу более святых людей. И из левида были отделены еще одна группа, еще более освященной. Хотя первоначально Божий план был, чтобы все евреи были святым народом. Видите, каждый последующий завет, он не отвергал предыдущие заветы. Но каждый последующий завет, он был заветом большей милости. Большей милости. Когда мы сравниваем нашу цивилизацию, вот так вот по человеческому размышлению, гуманизму, то мы думаем, вот они такие были дикие. Они были людей кушали, потом поумнели, перестали людей кушать. Потом они еще, потом у них уже гуманизм развился, они такие стали хорошие, белые и пушистые. То Тора учит наоборот, сначала люди были белые и пушистые. И с каждым следующим поколением они все хуже и хуже и хуже становились. Поэтому Адам не мог соблюсти завета, который в общем-то вообще был прост. Что-то там определенного не кушать. И все. Больше от него ничего не требовалось. Он не смог его соблюсти. Ноя, завет Ноя, и то среди Ноя оказался один хам. Да? Вот, завет Авраама. И уже поколение Авраама было уже хуже, чем поколение Ноя. А поколение Моисея хуже, чем поколение Авраама. И был завет Моисея большим заветом милости по сравнению. Видите, чем хуже поколение, а последующих поколений еще хуже. Во времена их вообще страшное дело творилось. первосвященники назначались римлянами, покупали свое священство и все это делалось. Да? И видите, почему? Чем хуже беззаконие, тем больше возрастает благодать. Смотрите, каждый последующий завет, он что? Заветом большей благодати был. Поэтому завет Моисея, он был заветом большей благодати по сравнению с заветом Авраама. Во времена Авраама кто мог быть священником? Каждый глава семьи, Авраам был как первосвященник в своем племени, да? Но каждый глава семьи, он был своим священником. Приносил жертву Искак? Приносил жертву Якова. Что? Нормально было. Вот, каждая семья приносила свои жертвы, все было нормально. Но тут потребовалась особая группа людей. То есть, видите, произошло отделение. Бог, с одной стороны, остался жить среди Израиля, с другой стороны, что? Отделил, да? Второе, это священство. Священство. Видите, поэтому первоначально был такой план. Тикун Алям. Тикун Алям, это не Типун тебе на язык, а Тикун Алям, это исправление мира, да? Значит, первоначально такой план. Призыв евреев, их утверждение в Господе, влияние евреев на народы, то есть, на Гаим, чтобы привлечь их к познанию истине Торы, приход Машеха и искупление народа и затем наступление мессианской эры. Здесь же возникло еще одно посредничество. Евреи были святым народом, но для того, чтобы этот план искупления был, что необходим был? Посредники. первосвященники, священники, да? И вместо всего народа священники становятся левиты. Это было большей благодатью, правда? Это было большей благодатью, потому что все отцы семейства, они тоже были в какой-то мере недостаточно святы уже после совершения Золотого Тельца. священники. И 32, 29. Сказал Маше левитам, сегодня посвятились вы для служения Богу, потому что каждый из вас показал свою готовность убить собственного сына, собственного брата по приказу его, и тем самым вы заслужили сегодня Божье благословение. после это было страшное посвящение, это было посвящение кровью. Вот вы знаете, как некоторые группы для того, чтобы повязать людей, они повязывали кровью. Это большая была цена, это страшная цена этого посвящения. Я хочу, чтобы вы поняли мысли, что с одной стороны это была большая благодать, правда? С другой стороны была страшная цена этого посвящения. Было очень серьезная цена. И цена это кровь. И цена этого посвящения кровь. Вот. И вот это произошло в эти разделения. Каждый был готов быть убийцем своего сына, друга, брата. Похоже это на то, что есть в Новом Завете? Смотрите, Матфея 10 глава с 32 по 39 стих. И так всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я перед Отцом Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того, я перед Отцом Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. И очень многие спекулировали этими словами. Действительно, это не было целью пришествия Ишуа. Правда? Но это было результатом ответа грешного мира на присутствие Бога. Не было целью Бога, чтобы левиты перерезали кучу других людей. Было это целью Бога. Но это было ответом на то, как люди восприняли присутствие Бога. Пришествие Бога, пришествие скрижали, пришествие Моисея с заветом скрижали. То же самое, видите? Некоторые просто вырывают из контекста и устраивают вот какой Иисус плохой, видите? Он сказал отречься от жены, от детей. Это вроде неправильно, правда? В действительности здесь совершенно о другом говорится. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел и принести на меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, дочь с матерью и невесту с свекровью. Ну, невесту с свекровью нетрудно разделить. Это мы понимаем. А также дядя с сеющей почему-то не сказано. Вот. Ну, вы смотрите, когда мы приходим, часто Богу, наши родственники действительно, как они к нам относятся, хорошо. Но это не значит, что мы должны брать медь и умевать их, понимаете? Сейчас это совершенно на другом смысле. Это просто говорится о приоритете ценностей. На первом месте кто у нас стоит? Бог, да? Это не значит, что мы должны как какая-то тоталитарная секта выйти, делиться и всех погонять своих родственников. Но в данном случае говорится о нашей готовности служить Богу, какая была готовность у левитов и священников. И враги человеку, домашние его. «Кто любит отца или мать больше, чем меня, не достоин меня. И кто сына или дочь больше, чем меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Крест, вы помните, мы говорили, что здесь говорится не о том, что крестик надо на шею вешать, да? А о том, что нужно распинать свою плоть. То есть, нужно менять полностью свое сознание, нужно менять полностью свои приоритеты. И у левитов были правильные приоритеты? Да, у левитов были правильные приоритеты, потому они стали царством священника. Но если мы не делаем то же самое, что делаем левиты, достойны ли мы стать царством священника? Нет, правда? Вот об этом и говорит этот стих. Итак, Бог отделил, отделил себя от народа. 33 глава, 1 стих. И Бог сказал Маше, поднимайся, уходи из этих мест, и ты, и народ твой, который вывел ты из страны египетской, той стране, которая поклялся Аврааму, Цхаку, Яку, сказал каждому из них, потомству твоему, отдам я ее. И пришлю перед собой ангела, и прогоню Хананеев, Эмореев, Хитеев и так далее. И идите к стране, сочащимся молоком и медом. А сам я не пойду среди твоей Израиль, потому что ты непреклонный народ, или жестоковынный, жестокосердный, да, как бы я не уничтожил тебя по дороге. 33, 4 стих. И услышал народ эту дурную весть, и порузились люди в скорбь, и никто из них не надевал своих украшений. Оказывается, украшения остались, еще, которые надо было не надевать, иначе у них такой проблем и не было, да? Как вопрос, да, откуда египтяне взяли лошадей, если весь скот египтян был перебит? Да, по дороге в Лувр Д'Артаньян загнал трех лошадей. Одну Атосу и две Арумисы. Вот так это. Значит, украшения все-таки остались. Хорошо. Так, по украшению давайте после перерыва.